Интерес к этим стартам велик. 39 стран, 5000 спортсменов, присутствие вип-гостей. От президентов держав до руководства МОКО. Для нашей страны фестиваль станет первым комплексным спортивным мероприятием. Тестное взаимодействие пройдут все службы. От транспортного сообщения до обеспечения безопасности. Способности у строителей показал чемпионат мира по хоккею. Турнир прошел без сучка, без задоринки. Тот факт, что видов спорта будет сразу девять, нас не пугает. Тем более инфраструктура, объекты, гостиничный комплекс, студенческие деревни, где можно разместить спортсменов, они у нас все присутствуют. И любой город борется за это право принять соревнования такого уровня. Минск-Арена примет у себя турниры по баскетболу и дзюдо. Отсюда же будет дан старт велогонщикам. Гандболистов приютит футбольный манеж. Два бассейна окажутся в распоряжении пловцов. Волейбол зрители увидят на Чижовко-арене, дворец тенниса будет отдан в распоряжение мастеров ракетки и лишь легкоатлеты пока не имеют площадки. Реконструкцию стадиона «Динамо» обещают закончить в 2017-м. Будет налажена работа волонтеров, гостям предложат культурную программу. Тем не менее, все это требует серьезной подготовки. Были, я не скрою, предложения о том, чтобы Минск выдвинулся на организацию европейских игр после Баку сразу. Но вы знаете, лучше делать все планомерно и на очень высоком уровне, чем взяться за непосильный вес, как это иногда бывает в спорте, и получить баранку. Продолжение следует...